Концертная программа Чайковский Брукнер прошла в Донецкой филармонии на минувшей неделе при участии Академического симфонического оркестра имени Сергея Прокофьева, пианиста Никиты Бурзаницы из Великобритании, а также дирижера Романа Моисеева, который приехал из Российской Федерации. Я приехал из Москвы, занимаюсь своей профессией. Работаю, езжу на гастроли, коллектив свой не возглавляю, приходится заниматься и педагогической деятельностью. В основном это мастер-классы с молодыми дирижерами и концертно-гастрольная деятельность. В Донецке я впервые. Но я попал в такой необычный день, в общем-то приехал первый день. Погодка немножечко была, пасмурно, снежочек. Прошелся по городу, по центральной части. Но как музыкант я, естественно, первый, что спросил, где оперный театр, где консерватория. Вообще город, мне кажется, уникальный, потому что с точки зрения музыкального искусства здесь все есть для полноценного развития общества. Музыканты здесь великолепные. Так получилось, что я зашел в одно из кафе. Вы знаете, я попал в такую какую-то интересную атмосферу. Уже такое ощущение, что какие-то все свои люди, с ними как-то приятно общаться. И какая-то доброта, внимание. Музыканты здесь великолепные. Музыканты здесь великолепные. Роман Моисеев родился в Москве. Получил музыкальное образование как пианист, дирижер хора, оперно-симфонический дирижер. За плечами маэстро большой профессиональный опыт работы с хорами, оркестрами и театрами в России и за рубежом. В настоящее время дирижер, сотрудничая с солистами и музыкальными коллективами из России, Белоруссии, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Казахстана, Кореи, Китая, Монголии, США, Украины, Японии, ну и многих других, проводит мастер-классы с начинающими дирижерами из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Награжден почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации. Музыка, она вообще безогранична. И я думаю, что когда занимаешься таким искусством, серьезным, интернациональным искусством, когда исполняешь постоянно сочинения Чайковского, Рахманинова, Брукнера, Бетховена, Моцарта, Малера, американских композиторов, венгерских, украинских, композиторов со всего мира, то вопрос, где ты находишься, в какой стране, он уходит как-то на второй план, потому что вот эта музыка, она всегда сплачивает, объединяет, и всегда вот вокруг возникает определенная атмосфера доброжелательности, единения. И вот это состояние единения вокруг шедевра, оно очень вдохновляет, помогает. КОНЕЦ Впервые Академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева исполнил симфонию номер 6 Брукнера, которую сам великий австрийский композитор называл смелейшей и фантастической. К произведениям Петра Ильича Чайковского донецкие оркестранты относятся с особенной любовью. В репертуаре оркестра практически все произведения великого русского композитора. Я думаю, что творчество Брукнера, оно в какой-то степени не всегда популяризируется в достаточной мере. И сейчас какое-то время очень такое интересное, очень часто слышишь классику рока, очень часто слышишь популярные какие-то мелодии в исполнении симфонического оркестра. Такое ощущение, что идет какой-то шаг навстречу публике. Но публика, зритель, благодарный зритель, он бывает разный. И в том числе очень серьезный, вдумчивый, которому необходима пища для души, пища для ума. И в этом отношении серьезная музыка, она должна занимать какое-то место в репертуаре творческих коллективов, в частности, симфонических оркестров. КОНЕЦ А что касается именно симфонии Брукнера, то мне показалось, что оркестр может с этой симфонией, с Брукнером, да и, наверное, и с Майлером в дальнейшем, и с другими серьезными композиторами справиться, потому что оркестр славная история, оркестр был, ну и сейчас, мне кажется, возрождается вновь. И через вот эти сочинения, через вот эти произведения, которые мы играем сегодня в концерте, мы делаем такой маленький шажок для дальнейшего развития оркестра, как симфонического коллектива с серьезным классическим репертуаром. Ведь в основе всего классика. Для того, чтобы играть классику рока, нужно сначала научиться играть просто классику. КОНЕЦ В программе «Чайковский Брукнер» прозвучал жизнеутверждающий яркий и эмоциональный концерт номер один для фортепиано с оркестром си-бемоль, минор, сочинение 23, который произвел сильное впечатление на всех ценителей музыкальной классики. Произведение, которое мы исполняем, оно не так часто исполняется. Поэтому я долго думал о том, какой оркестр может сыграть это сочинение. Ведь не секрет, что творческий человек, он сначала где-то у него в глубине зарождается какой-то замысел, а потом он воплощается. Вот, например, было время, я очень хотел поставить «Пиковую даму». И я поставил «Пиковую даму». Потом мне захотелось еще что-то сделать. Я еще что-то сделал. Года два назад, я уже играл Брукнера, не раз, симфонические произведения, и мне захотелось играть именно шестую симфонию. Я думаю, вот, а какой оркестр сможет так прозвучать, как я это слышу? И мне вот так получилось, что этот оркестр пришел, и я смог приехать сюда, и с этим оркестром уже работать, и это произведение здесь исполнить. «Пиковая даму» Это оркестр вполне способен исполнять такую сложную музыку. И музыканты, насколько я общаюсь с музыкантами, все равно приходится общаться не только на репетиции, но и как-то в антракте. И музыканты подходят и спрашивают, как здесь, как так, там, здесь. И в разговорах завязывается такая интересная тема. Вы знаете, а мы слушали эту симфонию в других исполнениях, а мы читали, а мы спрашивали. То есть люди не просто пришли играть эту музыку, открыли ноты, как иногда бывает, а они перед этим интересовались. Вот меня это очень вдохновило. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. С оркестром. С оркестром работается, я бы не сказал, легко, потому что репертуар очень сложный, а работается очень творческий. Очень творческий. Отклик хороший в оркестре. Ну, наверное, в этом оркестре есть много значительных грамотных, ну, практически все музыканты грамотные, даже, я вижу, студенты приходят. Это очень важный момент, когда студенты со своими учителями, как бы учителя, их рядышком сидят, ну, типа, вот, например, вот пятый в алторный пришел, допустим, или кто-то еще играет. Педагоги приводят сюда музыкантов пощупать, как говорится, атмосферу в оркестре. Это говорит о том, что впереди у оркестра все-таки есть будущее, очень хорошее будущее. На этом я с вами прощаюсь, и пусть каждый новый день наполняет вашу жизнь радостью, глаза светом, а душу счастьем. Увидимся с вами в это же время в следующую субботу на телеканале АПЛОТ-2. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!